добрый вечер добрый вечер у нас сегодня завершающее занятие по книге иудит мы поговорим сегодня о двух вещах мы с одной стороны поговорим о том почему книга иудит не вошла в библейский канон не стала частью танаха несмотря на то что она как бы была была частью была частью греческого канона вошла в извод септуагинты вот но тем не менее она не вошла не вошла в наш наши 24 книги танаха и возникает вопрос почему 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 так случилось я приведу несколько объяснений но прежде всего я хочу напомнить что мы сделали некоторое предположение что книга иудит представляет собой антитезу книги ст и по всей видимости автор книги иудит полагал что книга истер недостаточно кошер на выражаться на галактическом языке и и и не должна быть частью священного писания а впоследствии это обсуждали мудрецы мудрецы какой мере книга истер действительно по характеру своему может принадлежать корпусу священного писания и все те проблемы которые порождает книга истер не существует в книге иудит их нет нету брака с иноземным властителем бог упоминается всюду и постоянно как бы с этой точки зрения книга иудит гораздо более кошер на и тем не менее она не заслужила такого чести оказаться внутри антического корпуса ну мы попробуем поискать объяснение в разных направлениях одно направление которое было предложено довольно давно которая заслуживает того чтобы быть рассмотренным это галактическая проблема очень конкретная которая возникает связи с книгой иудит проблема это проблема это связано с образом ахиора вождя или царя монетян который появляется книги иудит который является упором правильного отношения иудеям к евреям и говорит о том что их можно победить только если они грешат перед богом а если нет то победить невозможно и мы помним что он был аллаферном изгнан оказался еврейском в городе витилуи и потом в самом конце когда он становится свидетелем победы евреев над иноземным войском и свидетелем того как иудит приносит голову аллаферна он принимает иудаизм он совершает обрезание иудит присоединяется к еврейского народу казалось бы какая здесь проблема это очень похвально со всех точек зрения за исключением одной а именно того что это может быть воспринято как как противоречия по отношению к закону торе я вам напомню что в торе не дворим 23 главе заявлено в очень такой апотектической категорически категоричной форме но его амуни у мави биг галя дунай гам до рассери но я не может войти аммонитянин и мавитянин в общество господне никогда теперь возникает вопрос что это собственно говоря значит и когда-то мы это обсуждали можно разные толкование дать этому требования значит ли это например что мавитяне и аммонитяне никогда не могут присоединиться к народу евреев стать его частью возможно значит ли это что с ними нельзя заключать браки возможно значит ли это что им нельзя участвовать в еврейской храмовой службе возможно а мы знаем что из всего этого мудрецы впоследствии выбрали именно объяснение согласно которому с ними нельзя заключать браки но при этом по молчаливому соглашению как бы для для мудрецов мишны а впоследствии талмуда было совершенно ясно что представителям любого народа нельзя заключить брак если этот человек не совершает гиур будь то мужчина будь то женщина то есть как бы с их точки зрения мавитяне и аммонитяне даже как бы их гиур не действителен правда правда есть такое обсуждение в талмуде в егонском талмуде в трактате брахот касательно того там один персонаж который по происхождению аммонитянин он спрашивает имеет или не имеет он право войти в общество господнее там спор между мудрецами один из них говорит что с тех пор как появился синахирим санхирим сирийский царь он перемешал все народы и поэтому сейчас вообще невозможно определить кто кто и кому принадлежит поэтому конечно можно вой войти в общество господне действительно мы знаем что сирийцы использовали практику этнического перемешивания населения с тем чтобы лишить покоренные народы чувства национальной независимости этнической идентичности но это как бы те троя года в талмуде а реально значит эта проблема волновала поэтому например у нас есть другой другая книга анахи которая ставит перед нами такую проблему это книга рут где рут мавитянка выходит замуж за боза из колена иуды и более того в конце концов согласно книге рут потомком боза является никто иной как царь давид и очевидно опять же мы не знаем что думал сам автор книги рут на эту тему но последующие поколения комментаторов те же мудрецы мишны вывели некое правило муави варамуни ассурим висуран адунам никого не квотэгэн мутарот миян то есть запрет относится только к мужчинам а женщины разрешены сразу что значит с точки зрения мишны это мишна в трактате ивамот что значит что женщины разрешены сразу это значит что они могут сделать гиур и сразу же выйти замуж за еврея с точки зрения мудрецов опять же очевидно что рут перед тем как выйти замуж за сделала какой-то гиук на своего рода протагею вот и таким образом было такое вот найдено элегантное решение что этот запрет касается только мужчин там объяснялось почему и мишна и мидраж более подробно мидраж сифрой дворим объясняет почему именно мужчины с одной стороны написано во первых грамматический род слова амуниума мужской впрочем это может значить как бы сообщество но кроме того за что в чем их тут обвиняют в том что они такая странная формулировка не встретили вас хлебом и водой когда вы выходили из египта и мидраж задает вопрос кто обычно встречает хлебом и водой мужчина или женщин мужчин женщины сидят дома поэтому женщины не совершили этого греха мавитянский аммонетянский вот так или иначе как бы с книга иудит в этом смысле проблема больше потому что ахиор это мужчина опять же что думал сам автор книги иудит на эту тему сказать трудно как он воспринимал этого героя соотношение с законом в книге январе у нас нет никаких ключей к тому чтобы понять степень его обязательств перед законами торы но с другой стороны мы видели что во многих отношениях он строится в повествовании так чтобы подчеркнуть приверженность иудит законом торы во всяком случае было выдвинуто такое предположение среди исследователей книги иудит что это было причиной исключения книги иудит из канона это одно возможное направление теперь другое возможное направление состоит в том что как вы видели книга иудит с точки зрения истории географии топографии создает какую-то совершенно фантастическую действительность ни на что не похожую и как бы ни с чем не сообразно и поэтому было выдвинуто предположение опять же среди исследователей книги иудит что это все таки привело мудрецов в смущение и как бы они не были готовы к тому чтобы к тому чтобы какая совершенно фантастическая ни с чем не сообразная история вошла в канон проблема здесь с этим объяснением заключается в том что сами мудрецы сами мудрецы алмуда не очень то были привержены исторической правде историческая правда интересовала их весьма как бы сказать покасательной и они сами не раз рассказывали рассказывали истории которые по меньшей мере могут озадачить человека который хоть в какой-то степени знаком с историческими реалиями ну скажем приведем пример который мы тоже уже упоминали хотя на самом деле таких примеров множество рассказывается такая история в нескольких местах и в талмуде и в нидрошах про рабана Йоханана бен Закая который желал прекращения осады Иерусалима римлянами и и он увидев что нет никакой возможности уговорить защитников города город сдать выходит в римский стан встречается с Веспасианом и предрекает ему царство просит явный мудрецов такая вот история очень известная при этом мы очень хорошо знаем что Веспасиан никогда не был у стен Иерусалима сам никогда Иерусалим не осаждал делал это его сын Тит то есть как бы и в случае некоторых исторических историй которых повествуют мудрецы мы тоже сталкиваемся с очень большим количеством разных несообразностей и фантастических деталей вот поэтому с этой точки зрения предполагать что мудрецы отвергли книгу Иудит это сомнитель сомнитель теперь третье предположение я приведу четыре разных предположения третье предположение которое нас в результате приведет к следующему витку нашего разговора состоит в том что мудрецы установили некое правило которое на самом деле формулирует впервые Иосиф Иосиф Флавий Флавий Иосиф в своей книге против опиона или о древности еврейского народа правило состоит в том что боговдохновенные книги завершаются персидской эпохой все что создано после персидской эпохи не может стать частью священного писания теперь если мудрецы полагали есть некоторые пусть шаткие но основания для мысли о том что они предполагали именно так что книга Иудит была создана в эллинистическую эпоху то тогда понятно почему они не принимают книгу Иудит так же точно как например не принимают первую маковейскую книгу там было еще одно очень жесткое правило язык язык может быть греческий язык это только иврит или арамейский поэтому например скажем вторая маковейская третья маковейская книга заведомо не могли войти в канон из-за того на каком языке они написаны но что касается книги Иудит мы говорили что несмотря на то что спор ведется на эту тему но в общем больше склоняются к тому чтобы книга была написана изначально на иврите так же как и первая маковейская книга и если это так то язык не был препятствием не был помехой значит если и было что-то помехой то время создания а если мудрецы действительно считали что книга Иудит создана в эллинистическую эпоху то они тогда действительно могли отвергнуть эту книгу наконец четвертое предположение которое я сейчас сделаю состоит в следующем дело в том что книга книга Иудит в общем прославляет некую как бы сказать то что милитаристскую военную доблесть военную доблесть мы в этом смысле сравнивали ее с книгой Истер и хотя в книге Истер тоже есть как бы изображение победы евреев над врагами после того что царь дает соответствующее разрешение тем не менее в книге Иудит как бы сама по себе военная доблесть на щит не поднимается и более того мы знаем о том что и мы когда-то это обсуждали в свое время что у мудрецов Талмуда было некоторое отторжение по всей видимости представление о том что победа должна быть достигнута в бою мы видим что когда Талмуд говорит что-то о празднике Ханука в отличие скажем от праздника Пурим которому посвящен целый трактат в Мишне и в Талмуде празднику Ханука трактат не посвящен а посвящено несколько листов в трактате Шаббат ну еще есть несколько источников раввинистических которые так и иначе касаются Хануки и там в свое время опять же мы это достаточно подробно обсуждали главный акцент делается на чуде с кувшинчиком масла там упоминается вскользь о победе Маковея но это как бы в предаточном предложении когда космонии победили то тогда произошло вот такое совершенно из ряда вон выходящие события вот связанное с этим кувшинчиком масла и это видимо не случайно то есть как бы это отражает определенную идеологию главное это божественное чудо сопутствующие этому какие-то военные победы они как бы отодвигаются в сторону может быть это было связано с вполне вероятно что это было связано с тем что это была эпоха которую мы называем изгнанием Идома эпоха когда Израиль не имел своего независимого государства жил под чужой властью и надо было как-то с ней мириться и в общем как бы опыт нескольких восстаний затопленных в крови привел видимо мудрецов к мысли о том что лучше добрый мир чем худая сон как они по всей видимости это воспринимали и помимо прочего у них вообще с династией хосманеев был свой счет поскольку знаем что со времен Иоанна Геркана первого хосманийские властители склонялись к садукеям в основном во времена Александра Иоанна достигла апогея казнил рушим фарисеев предшественников мудрецов Талмуда Мишны и Талмуда вот так что это не случайные вещи но как бы так или иначе возвращаясь к книге Иудит книга Иудит и мы это видели по сути дела исповедует ту же идеологию что первая Маковейская книга победа достигается в бою есть элемент чуда есть конечно как бы божественное вдохновение но все-таки в руках у человека меч и это могло как бы очень сильно вызвать какую-то идею синкразию в отношении книги Иудит в среде явнинских мудрецов которые после первого из восстаний пытались вот как бы создать выстроить библейский канон все это повторю предположение у нас нет на самом деле никаких никакого однозначного ответа на вопрос почему книга Иудит не вошла в библейский канон но вот эти предположения которые я привел перед вами они как бы по крайней мере заслуживают определенного рассмотрения так что в случае с Эстер и Иудит Эстер одержала победу как сказано в самой книге Эстер вы на фох а все получилось наоборот не так как видимо мыслил автор книги Иудит и Эстер вошла в канон хотя хотя вот по поводу этого последнего четвертого момента напомню вам что опять же в Талмуде обсуждается как бы вот это некоторое воинственное пусть частичное но воинственное направление книги Эстер и там приводится такой как бы своего рода воображаемый диалог Эстер посылает мудрецам письмо и говорит установите меня в поколениях то ли мою книгу то ли мой праздник а мудрецы говорят на это кин а от меоререт алейну мибейна амин а ты как бы приводишь к тому что другие народы начинают нам завидовать и ненавидеть нас но все таки книга Эстер в результате принимается книга Иудит в этом смысле имела другую судьбу теперь я сначала приведу одну короткую фразу из Талмуда и комментарий Раши к этой фразе фраза находится в Иглонском Талмуде трактат Шаббат лист 23 первая страница от имени Раби Иошуа бен Леви который жил в Лоде как раз на стыке эпохи Танаев и Амураев то есть во второй половине третьего века и вот он говорит такую фразу ему приписывается такая фраза кувшинчики масла женщины как раз не упоминаются о чем идет речь и вот здесь интересен комментарий Раши конечно комментарий Раши не обязательно свидетельствует о том что именно так думал Раби Иошуа бен Леви потому что все таки их разделяет практически 8 веков но вот что интересно что пишет Раши и видимо это как бы создает определенное заполняет определенную лакуну он говорит так по поводу этой фразы потому что греки издали указ чтобы все девственницы выходящие все девушки выходящие замуж сначала должны были провести брачную ночь с греческим начальником и через женщину произошло чудо опять же Раши не поясняет о том о какой женщине идет речь как ее зовут как именно через нее произошло чудо но он говорит что был издан указ против женщин право первой ночи и женщина совершила чудо теперь если мы читаем с одной стороны книгу иудит мы ничего не находим там что бы то ни было сказано про право первой ночи ничего какого там нет это во-первых во-вторых если мы обращаемся там скажем греческим римским источником то опять же ничего подобного ничего подобного нет и в этих источниках откуда такое собственно говоря могло взяться ниоткуда мы не видим чтобы греки или римляне впоследствии использовали 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 такое вот жутко 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 унизительное законодательство мы знаем о том что это действительно существовало в христианской цивилизации средние века такое действительно есть и был соответствующий термин что приводит нас разумеется к мысли о том что видимо то что раша здесь приводит это какая-то контоминация смешение время если хоть какое-то звено благодаря которому мы можем найти здесь схватиться за какую-то нить и эту ниточку попытаться распудить оказывается есть дело в том что как раз мы не можем не всегда можем точно датировать тексты о которых я сейчас буду говорить но очевидно что это тексты посталмудического периода посталмудического периода это некоторые агадот легенды можно сказать мидроши так это по крайней мере называется еврейской традиции которые пересказывают историю макавейского восстания совершенно по-своему и в частности частности иначе передают историю связанную с иудит вот вот я вот я сейчас ознакомлю с несколькими текстами этого такого рода один из этих текстов называется мидраж маасэха иудит так и называется мидраж маасэха иудит написано иврите что мы здесь обнаруживаем мы обнаруживаем следующую вещь начнем я не буду читать его целиком потому что во многом он повторяет сюжет книги иудит но есть определенные отличия значит сразу же буду читать в переводе что все происходит во времена элефорни царя греческого царя великого и сильного мы видим что автор этого мидража сразу же переносит происходящее в книге иудит в эллинистическую эпоху это как бы возвращает нас к мысли о том что у предположения что мудрецы понимали что за камуфляжем книги иудит скрывается на самом деле реалии эллинистического периода есть вполне реальные основания они превращают здесь мидраж превращает элаферна в греческого царя он уже не военачальник просто а греческий царь он отправляется воевать против евреев дальше что интересно появляется там и наш друга хиор но он безымянный и не говорится о том какому народу он принадлежит не говорится что он царь амонитян а просто некий царь среди свиты этого алаферна это важно потому что таким образом решается проблема если он не амонитянин то его гию который тоже описывается в этом мидрше включая обрезание как бы теряет проблематичность некий инородец который убедившись в силе бога Израиля совершает гию все хорошо надо кстати говоря отметить у нас нет сейчас время специально этим заниматься что мидрше написан очень интересным языком это стилизация под библейский иврит причем главным элементом служит как раз книга Истер то есть автор этого мидрша или автор этого мидрша берут целые куски текста из книги Истер без имен просто используют выражение книги Истер вот я вам приведу только один пример тот кто читал книгу Истер на иврите тот сразу же узнает и так далее царь очень разгневался гнев в нем загорелся сильно и он спросил кто это такой откуда он одновременно автоцитирует с легкостью тексты Торы например это из книги Шмот то есть как бы он пользуется хорошо известным ему языком затем описывается как Аллаферн окружил город который здесь которым здесь является отнюдь не некий Ветилуя а как раз таки Иерусалим да как бы он берет быка за рога и как бы в центре Иерусалима и осаде подвергается как раз Иерусалим и после этого на сцене появляется опять же градоначальник тот же Узи Аозия которую упомянут Иерусалима там он был градоначальником Ветилуи здесь повторяю все как бы находится в Иерусалиме все происходит вокруг Иерусалима и вслед за тем появляется наша героиня которая тоже названа именем Иудит которая ведет себя очень похоже на Иудит из нашей книги молится правда еще больше чем Иудит из нашей книги молитвы очень подробные длинные что любопытно что когда она просит Бога помочь ей уничтожить Алаферна она называет не только Шимона в качестве своего братца которому она хочет подражать но и Леви видимо автору нашего Медраша сам как бы Шимон был недостаточен потому что Леви это гораздо более такой образ яркий Леви колено из которого произошли первосвященники ревнители такие как Пенхас а поэтому она упоминает и Леви рассказывается дальше о том как она убивает Алаферна при этом что любопытно мы еще к этой детали вернемся когда говорится о том что она взяла с собой еду отправляясь в Ассирийский Стам она упоминается молоко вино масло хлеб и сыр иудит не упоминался сыр а здесь упоминается сыр и это такой существенный момент мы его еще коснемся значит само описание того как иудит убивает Алаферна не слишком сильно отличается от того что есть в нашей книге вот потом она приходит свой стан с головой Алаферна все опять же по нашей книге и после этого Глей одерживает победу она произносит псалмические тексты уже на языке оригинала вот и все ее славят как я уже и сказал безымянный царь делает обрезание присоединяется к еврейскому народу иудит поет победную песню то есть мы можем сказать что в этом мидраше иудит возвращается в лоноеврейские традиции на иврите и в рамках эллинистической эпохи есть более короткий мидраж тоже называется мидраж массы иудит короткий любопытно что там это подводит нас к мысли о девах его отличие состоит прежде всего в том что иудит которая здесь появляется названа девой не вдовой как в нашей книге и как в предыдущем тексте мидража и во всем остальном эта краткая версия не сильно отличается от длинной только все действительно передается в очень краткой форме но при этом заметьте что ни в том ни в другом тексте нет ничего о праве первой ночи а где же появляется право первой ночи право первой ночи появляется в других мидражах которых как раз иудит и неупомянута иудит неупомянута есть мидраж ма сеханука так называемый есть мегилат антиохус в этих текстах действительно рассказывается что греческий царь называется например напрямую антиохам в одном из них издают в самом деле разные указы которые призваны притеснить евреев евреи тем не менее не поддаются на эти провокации например там указ издается издается указ что всякий еврей который запирает дверь своего дома будет заколот мечом да и для чего спрашивает мидраж это нужно для того чтобы лишить евреев чувство собственного достоинства и чувство приватности что же тогда делают евреи а евреи видя что такая вот беда они перестают спать и молятся молятся богу спрашивают за какой грех на них это пало ответ получают что за грех связанный с пренебрежением к заповеди мезузы поэтому такой ужасный декрет и несмотря на это евреи как бы выстояли тогда тогда грехи придумывают новый декрет что всякого человека у кого есть бык или овца бык или баран нужно на его рогах высечь надпись что у этого человека нет доли доли у бога Израиля значит и это все для того чтобы Израиль не ел мясо и молока и не ел сыра и не могли бы они пахать ну и в этом они как бы смогли устоять наконец самое страшное самый страшный указ это указ вот этот самый указ права первой ночи там еще есть указы которые я не упоминаю вот но есть указ права первой ночи и это уже как бы переполняет чашу все плачут потому что собственно получается что жены запрещены невесты будут запрещены своим женихам и перестали евреи заключать браки и как тут сказано женщины девушки израиля стали стареть будучи девственницами и это продолжалось три с лишним года и тогда на сцене появляется дочь матитьяу великого первосвященника матитьяу понятно что это матитьяу отец евреи его братьев здесь назван с самого начала первосвященником и при этом сказано что как раз дочь его вышла замуж за сына хасманея здесь как бы перепутываются реалии чье имя было Элиазар как имя действительно одного из сыновей матитьяу в маковейских книгах и она совершает некое деяние шокирующее эпатирующее она в тот день когда она должна выйти замуж она берет и рвет прямо на себе одежду и ногой предстает перед всем Израилем все в ужасе не знают куда деть глаза и хотят ее убить за такое бесстыдство но она говорит им если вы такие праведники вы хотите убить меня за то что я предстаю перед вами на Гая сейчас при том что я не совершила никакого преступления что же вы придаете в руки язычникам своих дочерей и это является поводом к началу Маковейского восстания вот так это здесь описано в этих текстах значит очевидно нет никакого сомнения в том что все декреты которые здесь появляются они не высосаны из пальцев они на самом деле являются отражением реалий феодальной Европы и тем унижением которым на самом деле подвергались ряде случаев скажем тоже право первой ночи не только евреи вот но как бы автора Мидраша здесь собственно говоря не слишком занимает правдоподобие соответствие соответствие эпохи которую он вроде как берется описывать греческой эпохи тому что в конечном счете у него получается понятно что он как бы вводит свои тексты реалии знакомые ему по по как бы той жизни которой он жил понятно что это создается в Европе Дима да а вот ты не помню это Мишни или Гемара которая там кажется это Кедушин Бетулани Сет в какой-то дне недели и там дальше обсуждается что почему такие дни недели потому что нужно ходить к Гемону значит право первой ночи это какого времени вся эта дискуссия ну смотри значит Талмуд опять же это это на самом деле требует специального рассмотрения потому что сам по себе Талмуд как бы окончательно формируется и редактируется уже в эпоху христианскую да то есть как бы если мы говорим о Вавилонском Талмуде то окончательная редакция там Савараим это уже примерно седьмой век да значит но не исключено что там могут находиться какие-то тексты которые отражают еще более позднее время которые туда попадают как бы нам реально в общем-то неизвестно неизвестно как бы вот использование этого права первой ночи исторически документированное до начала как бы существования феодальной Европы это происходит ну в принципе опять же как бы мы знаем когда пала западная римская империя так что в принципе то о чем ты сейчас говоришь могло найти отражение в Талмуде как некоторое первое первое одно из первых таких вот упоминаний этого обычая вот но еще упоминал тоже о том же самом говорил это тоже что что еще упоминал Раби Ошуа бен Леви который тоже говорил Раби Ошуа бен Леви сказал фразу очень неясно в этом смысле он ничего не говорит про право первой ночи а Раши действительно говорит об этом но Раши живет уже в 11 веке как бы Раши интерпретирует интерпретирует то что есть в тех источниках которыми он может воспользоваться и судя по всему как бы вот эти мидраши о которых я говорю по крайней мере некоторые их части могли быть источниками которыми он воспользовался вот теперь мы видим также что Раши соединяет здесь на самом деле два разных текста один текст который повествует о подвиге иудит и другой текст который повествует о вот этом праве первой ночи и о том бунте который поднимает дочь Когена Матитьяу выходя замуж так что на самом деле до конца непонятно какую женщину Раши здесь имеет в виду когда он говорит но надо отметить что в самой как бы в самом этом тексте Мидраша когда говорится про дочь Матитьяу там никакой чудо с ней связанное не представлено просто она как бы дает первотолчок к тому чтобы начать войну против вот такого страшного беззакония и как бы Хасманеи открывают свое восстание значит я хотел бы еще одну на одну деталь обратить ваше внимание а именно на то что существует как известно обычай который укоренится в еврейской традиции есть сыр и вообще молочные продукты в праздник Ханука но в частности сыр да и значит мы видели что по одному из текстов иудит берет с собой сыр когда отправляется в стан Калаферн значит мы знаем что на каком-то этапе мы не знаем точно когда но на каком-то этапе возникает традиция связывающая вот это сыр с подвигами иудит что иудит накормила Аллаферна соленым сыром после чего он очень сильно возжаждал и пил много вина пил много вина значит когда это все точно возникает мы не знаем но мы знаем что как бы сам по себе обычай он в основном укоренен среди ашкенадских евреев и в частности такой авторитет как Рома его цитирует упоминает понятно что само по себе это является своего рода опять же попыткой создать она она тем не менее вернулась как бы через заднюю дверь можно сказать в этот канон в качестве мидрашей которые рассказывают о подвиге иудит связывают ее напрямую с историей маковейского восстания а еще на каком-то более позднем этапе этот этап отражается уже в комментарии Раши соединяется история иудит с одной стороны и история согласно которой восстание против греков началось с вот этих самых ужасных декретов и главным образом декрета права первой ночи который привел привел к тому что одна из женщин Израиля подняла свой голос против этого и в результате началось маковейское восстание вот таким образом как бы подытоживая весь наш долгий разговор про про книгу иудит мы можем сказать что это как бы можно вполне определить как неотъемлемую часть еврейской традиции еврейской культуры и точно так же как в центре праздника Пурим есть такой вот женский образ спасительницы эстэ также точно в связи с праздником Ханука тоже есть вот такой образ женщины спасительницы и несмотря на то что изначально они противостояли друг другу и автор книги иудит пытался создать антитезу эстер в конечном счете обе они вполне благополучно сосуществуют в рамках еврейской традиции вопросы по поводу книги иудит можно вопрос пожалуйста алекс вот в общем-то я изучал это вот то что называется право первой ночи да и в принципе там как такового то есть первые вообще упоминания это где-то шестнадцатый век и дальше это в общем-то распространялось именно именно как ну скорее обычай следить тех между ком были скажем так отношения феодалов и крепостных но это было скорее обычай и то же самое было в принципе вот в течении и античности и более поздней то есть это не было то есть нигде нету не было такого закона что вот это что это можно было бы было бы применять ну а то что в общем-то в годы войны эти такие вещи случались в годах когда оккупации такие вещи были это невозможно но как такового закона не было закона вполне возможно действительно такого не было как закона государственного собственно говоря понятно что наш автор наш автор как бы здесь преувеличивает когда он как бы указывает что это что-то что узаконено самой властью но единственное что единственное что я все-таки позволю себе усомниться это как бы требует проверки но я не уверен в том что впервые какие бы то ни было указания на этот обычай или на как бы на те или иные факты с ним связанные что это впервые появляется в шестнадцатом веке значит вот как бы если заглянуть в разного рода источники то есть и более ранний есть документ который из Нормандии в начале пятнадцатого века упомянут вот есть есть упоминание о таком обычае четырнадцатого века книга которая называется книга бургундских обычаев то есть как бы я опять же вполне возможно что здесь реальность как бы реальность перемешана с фантазиями но в общем видимо эти вещи эти вещи существовали и как бы на самом деле конечно можно упомянуть что в древности в древности такого рода обычаи существовали не только в Европе по крайней мере Геродот рассказывает о существовании такого похожего обычая у некоего древнеливийского племени значит тоже такое есть что цари лишают девушек невинности когда те выходят замуж то есть как бы это видимо такой вот обычай который время от времени всплывал что действительно что верно что мы не находим ни малейших указаний на него повторяю ни у греков ни у римлян в античную эпоху и поэтому разумеется нет ничего похожего в еврейских источниках которые бы рассказывали об этой эпохе поэтому в книге иудит например исходно этого нет еще вопросы Дима да в связи с вопросом о канонизации о том почему книга иудит не попала в танах есть еще один вопрос дело в том что в дискуссиях которые по этому поводу по поводу других книг которые есть в талмуде там есть упоминаются другие книги которые объясняются почему они не попали например книги бен сиры книга бен сиры обсуждается значит почему она почему она не попала так что вопрос почему книга иудит если она была известна и на иврите то почему она тоже не упоминается в этих дискуссиях почему кому-то не говорит почему она не попала в тонах если она была известна дело в том что на этот вопрос очень трудно ответить потому что она действительно не упоминается в дискуссиях но с тем же успехом с тем же успехом можно задаться вопросом почему не упоминается в этой связи маковейские книги почему не упоминается еще разного рода произведения там я не знаю книга юбилеев еще разного рода тексты которые были отвергнуты как раз то что книга Бен Сиры упоминается в этом контексте это редкий случай обычно мудрецы стремятся замалчивать существование тех книг которые которые они называют общим термином сфарим хитсоним Бен Сиру просто упоминают потому что очень же его любят сами мудрецы они пытаются объяснить почему его книга не вошла в тонах что там как бы на самом деле его слова это не какая-то глубокая божественная мудрость а вещи касающиеся там не знаю ежедневной практики хавай и поэтому как бы он и не попал но при этом обильно цитируют из этой книги иногда не совсем точно добавляют всякие вещи но понятно что единственной причиной реальной того что книга Бен Сиры не попала в канон является то что Бен Сиры не скрывал своего авторства оно было известно потом еще и внук дополнительно об этом его внук об этом дополнительно написал когда перевел книгу на греческий язык поэтому книга Бен Сиры как бы и обсуждалась вот я думаю что мудрецы очень бы хотели чтобы эта книга попала в Танахи если бы вместо заголовка Бен Сира там было значилось что-то типа не знаю Сефер Мишлей допустим Эзра то тогда бы эта книга вполне могла оказаться оказаться в каноне вот но ей в этом смысле не посчастливилось еще вопросы замечания если вопросов и замечаний больше нет я вам скажу что мы делаем начиная со следующей недели мы возвращаемся к маковейским книгам и у нас осталось последнее мы сделали остановку потому что книга Иудит непосредственным образом была связана по идеологии по посланию своему с теми книгами которые мы читали а мы будем читать четвертую маковейскую книгу которая в известном смысле является одним из немногих еврейских древнееврейских философских произведений было совсем мало авторов которые занимались именно философии и вот как раз четвертая маковейская книга представит нам такой прецедент и что любопытно это будет делаться на материале как раз известном нам из второй маковейской книги вот окей благодарю всех за внимание хорошо спасибо спасибо всем будем надеяться что то что описано в книге иудит и все что связано с праздником ханука каким-то образом реализуется и в наше время спасибо спасибо большое спасибо